Крошка 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 Свершилось Наконец-то свершилось Что-что-что Свершилось? Что случилось? Никак не пойму Че ты сияешь как новогодняя елка? Да я наконец-то дожал дедушку Да Ты дедушку чего? Ну я его уговорил Уговорил купить мне щенка Сбудется мечта всей моей жизни Круто Что это у тебя в руках-то? Ты что? Это же поводок Я уже прикупил Для своего нового четвероногого друга Лёва? А ты хорошо это подумал Ты точно решил? А что тут думать-то? Буду с ним гулять Играть? Это же так весело Круто Прикинь По-моему ты Не совсем понимаешь Что значит Завести домашнее животное И представления у тебя об этом Весьма-весьма поверхностные Наверное ты фильмов Насмотрелся А главное ты не усвоил Это же прежде всего Ответственность А уж потом веселье Ну ты это Ты меня так не пугай А? Я и не думал Даже Домашнее животное Это здорово Но есть моменты О которых должен знать каждый Кто собирается Привезти их к себе В дом четвероногого друга Так это Ну так это А можно Поподробнее Об этом Рассказать Ну можно конечно И сегодня Это станет Темой нашей программы Ну тогда Тогда вперед К ребятам Привет друзья Привет Веселые клоуны Клево И круто Рады видеть вас И вас На нашей передаче Что такое хорошо И что такое плохо Сегодня у нас в гостях Ребята из школы Номер День Ух ты Да 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 Сегодня Как впрочем и всегда Мы будем с вами узнавать Много много интересного Нового Ну и конечно же полезного Полезного А также соревноваться Чтобы выявить победителя Нашей сегодняшней программы Да да Слушай Давай представим Наши команды Да Команды у нас Оранжевых Оранжевых И Зеленых Человечков Да Сегодня ребята Будут соревноваться В ловкости И сообразительности Выявляя победителя Нашей программы Да 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 И та команда Которая наберет шариков Вопросиков больше Та и станет победителем Ну это точно Вон тех шариков Вопросиков Надо как можно больше Набрать в копилочку Да Так кстати круто Давай это капитанов Представим А то еще ребята не знают Давай Капитаном команды оранжевых Сегодня у нас будет Александра Аплодисменты А капитаном команды Зеленых Каролина Каролина Их клево Какая у нас сегодня Прикольная тема Василова Здоровская тема Только мы и не скажем сразу Ну конечно Потому что Ее нам подскажут Ребята в нашей эстафете Веселые буквы Точно В этой эстафете Ребята Проходя испытания Будут добывать буквы Ага Из которых Потом мы сложим Тему нашей Сегодняшней программы А я А я А я чем правило Расскажт Правило как обычно Держи. Ой, сегодня столько им тут придется испытаний пройти. Вставай. Да, встаю. Итак, по моей команде, начиная с капитана, по одному перепрыгиваете через скакалку, затем прыгиваете в обруч, выпрыгиваете из него, обходите фишку и на обратном пути делаете то же самое. Не забывайте взять свою букву и сесть на место. Да. Та команда, которая первой добудет свои буквы и одновременно поднимет их вверх, получит первый шарик-вопросик в свою копилочку. Ну что, готовы? Я готов. Я тоже. Я успел обратить внимание... И что? ...что команда зеленых справилась быстрее. Ура! Да. А значит, ты получаешь первый шарик-вопросик в свою копилочку. Пожалуйста, Каролина. Пожалуйста, аплодируем команде. Вы тоже были молодцы. На зеленый чуточку побыстрее. Да. Ну вот и здорово. Ну а теперь, когда все буквы на местах, мы сложим из них тему нашей сегодняшней программы. Да. Для этого вам, всем, будет необходимо встать в один полукруг в соответствии с номерами на обратной стороне ваших букв. Ага. Да. Ну что, готовы? Я готов. По моей команде. А-а-а! Вперед! А теперь на 3-4 скажем тему нашей программы. 3-4! Уши, лапы, хвост! О, круто! Что это у тебя тут? О, а это кто? Ой, глупый вопрос, клево. Это же и без объяснений понятно. Это же кошка. А я готовлю еду. Ну, готовишь? Да. Он так проголодался, не мог конца передачи дождаться, что ли? Да я не себе, я же ей. Хе-хе-хе. Хе-хе. Да, вот это, это кошачий корм, да. А еще они любят мяско, рыбку. Вот одно из правил для домашних питомцев, чтобы еда для них была разнообразной. А самое главное, специально для них приготовленные. Понятно. Вот. Ой, ты такой хорошенький. Ой, Коша. Эй, эй, эй. Что? Вот тебе и второе правило. Какое правило? Что нельзя трогать незнакомых животных. Ты же не знаешь, укусит он тебя или поцарапает. А-а-а. Да. А еще чего хуже, может заболеть, если животное, конечно, больное. Ну, с нашей кошей все в порядке, у нее заботливые хозяева, да. Они сделали все прививочки, и, конечно, безопасно она, можешь ее погладить, да. Можно, да? Да. Ух ты. Как она мурлычет, какая красивая. Ой, какой мягенький. Хорошенькая эта кошечка. Хорошенькая, да. Ого. Ух ты. Круто. Но руки-то, наверное, все равно после домашних питомцев нужно мыть, особенно если покушать. Конечно, конечно. Пойдешь. Обязательно. В целях гигиены. А еще нужно содержать в чистоте самого четвероногого друга. И, конечно же, то место, где он обитает и спит. А, понятно. А я слышал, что вот собак, например, еще выгуливать нужно на улице каждый день. Ну, да. Недаром столько людей гуляют во дворах с собаками. Да. Ну, с котами другая ситуация. Да. Им и дома очень хорошо. А иногда только их выгуливают на специальных поводках. Это вот, да. Круто. Мы тут с тобой столько рассказали о домашних питомцах. А тебе интересно узнать, что ребята знают о вас, домашних животных? Интересно, да? Я думаю, да. Тогда мы это узнаем в нашем конкурсе «Строим дом». Перед вами стоят ящички с кубиками лего, на которых есть высказывания о домашних питомцах. Правильный и неправильный. Ваша задача по моей команде, начиная с капитана, подойти к своему ящичку, найти правильный кубик, то есть с правильным высказыванием, и начать строить домик на своем столе. Да. Понятно. Та команда, которая первый выполнит свое задание, получит первый шарик-вопросик в свою копилку. Да. Ну, а та команда, которая выполнит все правильно, получит второй шарик-вопросик. Все просто. Готовы? Да, я готов. Готовы? 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 Это вы что, первые, что ли? Да. Справились маленько. Ну ничего, нормально. Выходит, что команда зеленых человечков получает за скорость первый шарик попросит. Поплодируем. Поплодируем. Ну что ж, быстрее так, быстрее. Осталось круто правильность проверить, да. Давай, я проверяю, а ты у себя смотри. Ага. Сейчас проверим, кто второй шарик заработает. Еда у животных должна быть разнообразной, так? Есть. Так, правильно, согласен. Домашнему животному обязательно надо делать прививки, так? Да, у нас тоже есть. Правильно, согласен. Важно содержать животное в чистоте, так? Так, есть. Ищу. Есть. Есть, да. Вовремя посещать врача для животных, то есть ветеринара, так? Есть. Правильно, согласен. Нельзя гладить незнакомых животных. Точно. Да, это мне круто уже рассказал. Обязательно мыть руки после того, как вы погладили животное. Ну да, это я согласен, да. Да. Есть? Есть. Порядок. Домашнее животное – это большая ответственность, так? Верно. Да. Нельзя дразнить и мучить животных. Конечно, нет. Есть такая, да. Да, правильное высказывание. Нельзя беспокоить животное во время еды. Так? Так, конечно, нельзя. Ну, чем отвлекать? Да, точно. Ну, что, вдруг рассердится. Собак выгуливать обязательно, а котов нет. Так? Так, точно. Точно. Все правильно. Да? Обе команды заработали по шарику вопросику. Верно. Капитаны, пожалуйста, копилочки. И свою. Вот, каждый. Молодцы. Отлично. О, порядок. Вот и здорово. Так, так. Здесь я уже, да, тут я уже посмотрел, почитал, что здесь у нас говорят. Это, да, правильно. Так, и вот здесь тоже. Так, так. Клево погружен в какую-то необыкновенную деятельность. Так, вот не надо здесь вот иронизировать только, ладно? Ну, что? Я занимаюсь, между прочим, вполне даже важным делом. Я еще раз перечитываю и пересматриваю все, что касается собак и ухода за ними. А, ну, вот это ты, да, вот это молодец. Да, конечно, молодец. А еще я тебе посоветую, друг, пообщаться со знакомыми, у которых есть домашние питомцы. Да, они могут дать очень много ценных советов. Это хорошая идея. Да. Да, кстати, я вообще вот пока все размышлял тут, понял, главное круто, да, что домашние питомцы – это очень большая ответственность за их жизнь, за их здоровье, ну. И при том не временная, понимаешь, такая ответственность, а постоянная, да. И только тот, кто готов, ну, вот, ухаживать все время за своими животными, там, не филонить, не лениться, может позволить себе его взять, да. Да, 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 да. Это, конечно, все занимает очень много времени, круто, да, я понимаю, но, но, это, понимаешь, очень сильно дисциплинирует и учит быть сострадательными, добрыми, внимательными к животным, понимаешь, это же хорошие качества-то, да. Ну, ты круто сказал, молодец, Клево. Да, это я говорю. Молодец. Может, еще какие-нибудь выводы сделала, а, поделись? Слушай, ну, выводов у меня много, давай мы лучше сначала, это, проведем викторину, наградим победителей, а потом я поделюсь своими выводами, ладно? Точно. Значит, настало время для нашей викторины, что такое хорошо и что такое плохо. Точно. Ребята, перед вами коробочка, которая находится в вопросике, на которой вы будете отвечать самостоятельно и зарабатывать за них шарики с вопросиками. Да, то есть порядок такой, подходите по очереди по одному, достаете один вопросик, на него самостоятельно отвечаете, и если ответили правильно, шарик вопросик в вашей копилочке, понятно? Приступим. Круто, с каких начнем? Давай, с твоих зеленых уступаю. Пожалуйста, Каролина. Каролина, вопрос номер красный. Читай. Что будет, если плохо заботиться о домашних животных? Я думаю, что если плохо заботиться о домашних животных, то они будут страдать, им будет плохо, и они могут умереть. О, точно. Молодец, хорошо ответила. Похлопайте. Очень конкретный ответ. Видите, пожалуйста, шарик. После него сразу хочется ухаживать правильно все. Да. Да, Александра, пожалуйста, твой вопросик. Оп, желтенький. Понятно, сейчас откроем. Как называется профессия человека, который лечит животных? Профессия человека, который лечит животных, называется ветеринар. Аплодисменты. Аплодисменты. Полный ответ. Пожалуйста, Александра. Шарик вопросик в копилочку. Порядок. Максим. Так, Максимка. Твоя очередь. Ну, ну. Какой там? Фиолетовый. Так. Какое домашнее животное ты хотел бы завести? Я бы хотел завести домашнее животное котик. Котик. Как у нас сегодня. Ну, поаплодируем, Мир. Ну, молодец. Он хочет котика. А вопросик свой? Да, шарик вопросик. Ну, ты сегодня все узнал о животных, так что можешь смело его заводить. Так. Ну, пожалуйста, какой тебе понравится? Вот такой, синенький. Ну, давай посмотрим, что у нас тут за вопрос. Как ты заботишься о собаке? У тебя есть собака? Нет. А кошка? Попугайчик. Попугайчик? Ну, а как бы ты заботилась, если бы у тебя была собачка? Вот так. Вот, например. Была бы у тебя собачка. Я бы ее мыла, я ее бы выводила гулять, кормила, пить давала. Умница. И еще я бы завела ее в больницу, чтобы сделали ей специальный укол. Как у молодец. Прививки, да? Дайте аплодисменты. Вот дает Мария. У нее нет собаки, но она уже знает, как за ней ухаживать и что делать надо. Давай, пожалуйста, Сабина. Сабина. Как правильно заботиться о кошках. Вот как ты думаешь? Ну, что нужно делать? Надо ее кормить, мыть. Играть, наверное. Играть же, выводить на прогулку. Если она хочет. Ну, молодец. Кормить, мыть правильно. Да, это самое главное. Самое главное. А что еще надо кошке, да, или котику? Да. Уколчик, если надо, да. Сказали. Правильно. Молодец, Сабина. Давайте похлопаем. Все равно большинство, большинство прозвучало, что нужно делать. Верно. Так, пожалуйста. Так, ну-ка, какой, вот такой розовенький. Хорошо, Валерия, давай посмотрим, что у тебя тут за вопрос. Есть ли у тебя домашнее животное? Да. А какое или какие? Рыба, кролик, кошка и собака. Ух ты. Рыбы, кролик, кошка и собака. А как ты справляешься с ними? Да. Помогаешь там, ухаживаешься. Да. Вообще здорово. Дайте аплодисменты. Молодец, Валерия. Такой отважный человек. Столько животных дома, а стольких заботится. Вот это вот настоящий друг. Да. Молодец. Пожалуйста, Себастьян. Бери вопросик. Да, красненький. Зачем люди заводят домашних животных? Чтобы с ними поиграть, если все одиноко, с ними можно поиграть. То есть не так грустно, правильно? Да, чтобы веселее было. Очень правильный ответ, между прочим. Да, правильно. Правильно, умница. Вот это очень хорошо было сказано, что не просто, знаешь, поиграться, как с игрушкой, а чтобы было вместе веселей, дружнее. Это же вообще... Для дружбы. Да, для дружбы. Именно так. Да. Ну-ка, давай, дружище, вытаскивай, какой тебе там нравится. О, такой голубенький. Давай сейчас посмотрим, что у тебя тут написано на этом вопросике. «Какое любимое лакомство у собак?» Потом еще продолжай, не будем. Корм. Корм. То есть собака. Мясо. Так. Ну что еще собака любим больше всего? Покрыть. Косточек. Так, хорошо. Для собак понятно. А у птиц? Какую еда лучше нравится? Сало. Птицам? Да. Не едят сало. Ого. Ничего себе, не знаю, просто. Еще. Семечки, кубы. А, ну всякие зерна такие, да? Ну, отлично. А вот у кошек? Мясо, рыба, корм. Корм. Ну, который специальный, да? Да. Ну что ж, поаплодируйте, Роман. Он вообще просто... Спецфяриц. Роман, Роман, ты куда? Вопросик честно заработанный. Вообще специалист. Сколько животных может покормить? Вот это я понимаю. Дианочка, пожалуйста. Ну-ка. Какой там? Сейчас порассмотрим. Как ты думаешь, какие домашние животные требуют особого внимания? Особого внимания требуют, ну, собаки, кошки. Много внимания требуют. Много заботиться надо, да? Вот. А вот какие и неприхотливые? Немного внимания. Какие же потребуют? Черепахи, рыбы. Ага. Да, я согласен. Да, рыбке вообще очень легко. Раз-раз посыпал чуть-чуть. Ну, вообще, молодец. Смотри, как знает все. Давайте поаплодируем. Молодец. О, шарик вам просит свой в копилочку. Пок. Так. Ну-ка, последний вопросик, Анна. Давай, доставай. Один остался как раз оранжевый. Под ваш цвет. Ну-ну, давай, посмотрим, что у тебя тут. Зачем домашним животным, кошкам, собакам делают прививки? Чтобы они заболели, жасными болезнями. И чтобы у меня было больно и плохо. Буду. Молодец. И чтобы потом еще люди от них не заразились, да? Молодец. Правильно. Ура. Отлично. Копилочку. Отличненько. Клево. Да, круто. У нас коробочка пустая. Коробочка пустая? Да. А копилочки наполнились. А это значит, что нужно посчитать, что там имеется. Ну, давай начнем с тебя. Ну, давай. Команда оранжевых человечков сегодня набрала. Один, два, три, четыре, пять, шесть шариков попросиков. Поаплодируем. От команды зеленых человечков. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь шариков попросиков. Круто. Выходит, что команда зеленых человечков сегодня одержала победу? Да. Тогда пора заняться награждением. Главный приз энциклопедии от «Доутком» сегодня уходит в команде зеленых человечков в лице капитана Каролины. Поздравляем. Поаплодируем. Ну, а вот такие замечательные книжки от компании «Доутком» получают все участники нашей передачи. Да. Так что начнем поздравления. Круто. Ну что ж, Александра, поздравляем тебя. Да, спасибо за участие. Твой подарок. Каролиночка, поздравляю еще раз. Клопаем, клопаем. Клопаем. Спасибо тебе, спасибо. Давай, подресю. Мария, поздравляю. Спасибо за участие. Аплодисменты, Мария. Твой подарочек. Поздравляю, Максима. Максиму. Аплодисменты, Максиму. Да. Так, Валерия, поздравляю. Спасибо за участие. Пожалуйста, и твой подарочек. Да, читайте книжки. Будьте умными. Себастьян, поздравляю тебя. Себастьян, поздравляем, поздравляем. Аплодисменты. Ой. Так. Ну что ж, Роман, поздравляем и тебя. Спасибо тебе за участие. Твой подарочек. Так. Так, Сабиночка, поздравляем тебя. Вот, поаплодируйте Сабине. Так, Анна, и тебя поздравляем. Спасибо за участие, твой подарок. Так. И Дианочку поздравляем. И Дианочку, Дианочку тоже. Спасибо тебе за участие. Эх, круто, весело, здорово. Да вот время, к сожалению, передача заканчивается. Пора прощаться уже. Да. Давайте вместе попрощаемся с телезрителями. Три, четыре. Пока! Клюва, ты обещал, что скажешь мне о своем решении. Ты теперь многое узнал. Вошел в курс дела, как говорится. Да, круто. Я принял решение. И дедушка меня поддержал. На следующей неделе у нас в доме появится щенок. А можно прийти посмотреть? Да, конечно, можно. И погулять вместе с нами можно. Я понимаю, что меня ждет совсем другая жизнь. И иногда нелегкие обязанности, конечно. Но так я решил. У меня появятся новые заботы. Но вместе с тем и четвероногий друг. Я буду воспитывать его. А он меня. А если тебе понадобится моя помощь или совет, то смело сможешь ко мне обращаться. Или к ребятам, у которых уже есть домашние животные. Ну, конечно. Спасибо, круто. А сейчас пора заканчивать нашу программу. Пока, ребята. И помните, мы в ответе за тех, кого при ручье. Крошка сын к отцу пришел и спросила Кроха. Что? Что такое хорошо и что такое плохо? Если мальчик зашел в трамвайчик и притаился на сиденье, словно зайчик. Не заплатил за талончик, сэкономил на пончик. Это очень плохо, сыночек. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А обманывать плохо, сын мой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, обманывать это очень плохо. Крошка сын к отцу пришел и спросила Кроха. Что? Что такое хорошо и что такое плохо? Да, папа, а что ж тогда хорошо?